всем привет продолжаем играть властелин колец битва воинств сейчас у меня зайдет на сервер в общем то я поставил строится плац элиты на посмотреть у там у нас нового вот 2 под ускорить она сейчас же еще босс от респауниться через минуту надо бы подготовиться к этому наверное гендальф да пойдет 34 уровня он пока что фалген 32 огонь им ничего страшного так ладно сейчас уже тогда боссов сделаю и посмотрим что там по плацу так сердце героя смотрим в радиусе есть да в радиусе ну тогда поехали 14 минут блин тут конечно повезло одному челова 14000 будет больно бить сейчас еще другие короче даже боссов и так понимаю в полной фракции будет проблемы сделать и не особо попробую еще найти почему с маленькой буквы босса интересно как и оставили он еще пожалуйста так хорн 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 для хорна уже надо получается вот сюда меня здесь ford есть в принципе нормально она тогда он будет следующим день 3 по у нас тут понятно раз нашли торговцам атомом 2 знаю вент для самого ленива по моему пока чё это у нас пазл опять я вначале вообще не понял как собрать он не хотел крутиться вроде я пазл вообще сто лет не собирал ладно что не подходит серьезно блин а как его развернуть это о это какой-нибудь низ там я не знаю вот так нет это сюда ну вот это конечно гениально маленький кусочек этой крышечки типа ну все получается это мы забрали стригаем дерево им за это 100 кристаллов да 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 тут еще много заданий и сто пятьдесят не так и много кристаллов осталось тут у нас 400 кристаллов дают вау 400 вот эта щедрость да кстати забрал я еще вот эту двухсотку все таки там малурцы дуны попались но в принципе гендальф вполне себе нормально уверенно с ними справился 36 матомов у меня на данный момент будет 37 после того как закрою босса так далее трубку хилл нормально у меня и так на хилл и мне по моему нужны украшения чтобы звезды сделать а что красить я не могу до всем раз-два я даже раз-два и блин а тут все надо мало украшения у меня есть это вариативность для фейерверка вариативность для арфы вариативность для веревки поэтому пока что копим так давайте все таки я ускорю плац осталось 27 минут так вот просто сделаем далее поставлю рынок он просто необходим да я там уже кстати нанимаю ну как нанимаю строю плац метателей буду их нанимать потом ну и конюшню всадников на козлах еще надо можно даже наверное вот так сделать блин там 17 секунд ну ладно радный жадность так и давайте посмотрим перки вам понадобится знание мастера оружия пожалуйста сначала пройдите его испытания да ты издеваешься что тебе надо я думал это один раз делается а он каждый раз напитки за мой счет я пока на миле обойдешься какой скупердяй да пошел ты а ты вообще должен бесплатно мне дать эти перки так и что я должен сделать ааа зарейдить их блин ладно сейчас дайн займется этим или не займется я дайна на совет послал о черт а тоже кто же это сделает подождите-ка а там не нужно же никого бить по моему там просто надо послать и все разве нет они отожди 9600 в прода сам я думаю справиться тогда ладно их пошлю чисто на безумие на должны справиться значит это будет слив войска будет печально ну надеюсь что нет ладно потери довольно большие ну принципе пойдет для фродо сэмом ну естественно да здесь безумие залетела пойдет что он теперь от меня хочет снова награда начнем режим тренировки режим тренировки задания так время обновления один день два дня то есть мне желательно делать эту тему выполнить на этой неделе плац я уже не успеваю прокачать за два дня вот это я возьму я хотел перки посмотреть ну в принципе нормально думаю пойдет это балрак мне еще надо будет дерево ударить и паука там будет конечно больнее давайте посмотрим а значит во первых до 4 арнора не знаю какие них перки легкая броня понятно как у стандартного лучников мастерство стрельбы наносим урон плюс 25 процентов интересно блин а сколько у них там базово где-то 17 17-19 получается урон урон такой себе конечно плюс 25 процентов то есть плюс четверть это где-то 4 единицы урона как я понял все равно такое себе они защитные все же ладно еще один перк у них следующий случай на 7 урона плюс 10 процентов каждый раз при получении урона может суммироваться до 5 раз вот это кстати звучит неплохо то есть танковать ими и потом на 50 процентов мощнее будет выстрел тут юнит скорость плюс 4 катаки для людей не было раньше такого и вот это конечно вкусно но 4 урона блин понятное дело что это не дамажащие но это неплохо звучит так кавалерия у кавалерии то же самое да да переделали я не помню чтобы это было путешествие налегке это было по моему у них далее пробивание брони было а и натиск тут было восстание нету больше восстания теперь натиск против юнитов дальнего боя плюс 30 процентов к наносимому урону неплохо перк неплохой против санинт всяких тем более если эомеру его ставить эту кавалерию с этим перком вообще идеально будет так точный стрелок здесь без изменений наверное да кстати мастерство стрельбы можно взять либо рассеивание 15 процентов он 25 процентов наносил или также 15 хотя вот это конечно поинтереснее выглядит чем рассеивание а смотрите-ка тут две атаки ну тут в любом случае плюс 2 к урон надо брать у этих четыре то есть четыре для юнитов которые по 50 я так понял и 2 и для юнитов которые по 100 у дуны дайнах тоже плюс 2 к атаке можно взять очень неплохо к и сильдору путешествие неплохой навык был по моему неожиданная угроза вероятностью 50 процентов наносим урон плюс 30 процентов вот этого не было перка новый но надо не могут быть целью если в армии входят другие союзные юниты во во вот это очень неплохо это для и сильдура просто мастхэв ну и этих перк как они называются всадников бри тут парирование раньше было а теперь неожиданная угроза прикольно дун дайна выглядит сейчас мы до гномов дойдем мне интереснее больше гномы так разделяй властвует опом было тренировка счету было стойкость при оглушении подвержен безумию или не может восстановить ОЗ вот это идеально для Арагорна Т3 если у вас хороший Арагорн Т3 который через 4 титул играется что там урон снижается когда юнит оглушен или под безумие вот это дополнение просто идеальное ну естественно работает только против контролей всяких ну и брать тогда дисциплину это фракт благословленная броня была старый перк пробивание было и возмещение тоже по моему было ну перк старый не помню у них конкретно он был или нет далее часовые ученики эльфы плюс 10 процентов козы получаемый фокус минус 20 процентов ну тут ОЗ брать легкая броня рассеивание да и точный выстрел приоритет вражеском юнит вражеским юнитом кавалерии против вражеских юнитов кавалерии плюс 30 процентов урон интересно неплохой перк но здесь рассеивание конечно же а блин очень ситуативно кавалерии может и не оказаться глашатой понятно стойкость стойкость да как вариант братьям защита получаемого становления может суммироваться а каждый раунд подожди этого не было защита плюс 10 и 4 раз то есть 40 защиты можно как раз для гильгалада мастхэв пока он там ну если нет преследования пока он будет уклоняться он настакает себе защиту вот что хилиться не будет конечно да астана они в первых раундах там уклонение есть все равно ну либо если враг с преследованием какие-то качета можно брать как раз таки как раз таки стойкость минус 40 процентов нормально так рыцари с луком да уже вижу что панели пропал нету забрали у них то есть сильная воля у них и вот этот вот смертельный удар обычные атаки останавливают исцеление цели получаем урон плюс 20 процентов в течение одного раунда ну это просто как метка дебаф не панели пропал было лучше конечно там 30 процентов просто повышение урона ну типа они не могли исцеляться могиль не исцеляется ему на это пофиг видимо разработчики все-таки поняли что слишком имбовый был перк и плюс всякие теудены могли использовать так всадники на баране 10 осада плюс 10 кого блин нахрен мне это надо разделяй властвуй хороший перк вот его я скорее всего буду использовать полгена просто от первых ударов там снижается урон за счет экспедиции трайна ой не экспедиции трайна защитники трайна то есть и как раз потанковать пока вот этот не настыкается нормально да 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 снятие дебафов а ну либо защита вообще хотя опять же здесь получаемый урон здесь от всего а нет тут же еще плюс хилл тут хилл стыкается еще не 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 надо это брать мне же фалген против добра с хиллкой это будет очень хорошо короче затяжной войной буду брать далее защитники от отрядов дальнего боя минус 15 процентов неплохо звучит минус броня такое блин тот же был какой-то хороший перк его убрали что ли ну ладно либо твердый металл либо брать пробивание брони в принципе они будут в единицах 20 защиты пробивать и барана еще 50 процентов оно суммируется процентное с единичными так что вариант неплохой ну либо твердый металл реально если много дальников будет так искусный метатель оставили это все получаем урон минус плевать вот она имба пронзающая атака конечно же ее буду брать хотя здесь есть наносимый урон плюс 60 процентов начальное значение эффекта уменьшается на четверть каждый раз когда наносится урон можно и это в принципе попробовать попробовать просто затяжную войну если не зайдет это кстати хорошо против дд командиров всяких вот пробивать потому что против них пронзающая атака бесполезна но опять же опционально переключать придется так здесь все смотрим по нейтралам самое интересное ладно всадники бри кстати могу их уже тренировать у них легкая броня натиск и против урон от вражеского получаем урон минус 30 процентов ну такие прикольные перки 4к атаки дальше бёрнинги количество умерших солдат в битвах уменьшается на 10 процентов 3 на тень ну здесь здоровье берется у них много здоровья довольно таки косарь на четверых 7 урон плюс 50 процентов если присутствуют только вражеские ниты дальнего или ближнего боя это против дд командиров каких-то ну или однотипных скажем так армии а не восприимчив к оглушению защита плюс 20 вот это самый простой наверное перк самый такой часто используемые наверняка так тут скорость атака ну как у людей короче у призраков разделяй властвуй на 7 урон серьезное нападение если цель оглушена или под безумием это вот да для того чтобы через короля мертвых короче ими дамажить либо пробивание брони так хранительницы уклонение минус дальний бой добивание с шансом 50 процентов как у жнецов у жнецов вроде бы его забрали там что-то другое а и вот оно парирование которое у дуны дайнов было теперь оно есть и у хранительниц дальше мореплаватели тоже добивание оставили получаемое исцеление и наносит дополнительно урон случайному врагу при исцелении тоже неплохой вариант ну здесь плюс 2 к атаке берется понятное дело так страж дейла это было точный выстрел такое короче здесь рассеива не берется как и раньше лесовики фигня ну добивание 90 процентов шанс и есть еще зверство как у опустошителей это только против 3 стэков хорошо чтобы 3 раза урон нанести но если стэков 2 или 1 то здесь лучше добивания поэтому профит не будет конечно же его использовать на более универсально так защитники шира и без того имбовые получаем и фокусированную урон ну хотя бы здесь плюс урона мне дали 4 от ближников минус 15 процентов против врагов высокого уровня плюс 20 процентов к урону еще то есть это т4 и боссы типа я не совсем понимаю как вот этот перк хоббитов работает я толком не шарю за это не так часто хоббитов вижу а ну и плюс 30 процентов если кто-то под станом безумие блин вот гендальфу это идеально зайдет а нет стоп гендальф же а гендальф чел не человек когда они 10 крону теряют от вот этого перка так что нет у дровосеков пробивание брони найс у них и так тут как бы снижение защиты еще и пробивание брони есть урон неплохой для ближников и парирование у них что тоже найс для тех кто не знает как это работает я тестил короче каждый раз когда вот этого тема срабатывает следующий наносим урон у них плюс 15 процентов и это стакается то есть условно если два раза парируют они у вас два стака увеличение урона будет на следующий удар именно так это и работает нт здесь козе получаем урон минус 20 процентов на пустых землях прикольно это как у биорна в ближний бой и укрытие при исцеле ну вот это жестко конечно да минус 30 процентов к получаемому урону получается на два раунда если два раза их исцелить вот как то так ну то в идеале нужен какой то артефакт на исцеление ближников вот какому-нибудь элронду поставить у него есть навык который исцеляет каждый раунд ближников это прям идеально и туда на не надо много вкладывать очков одно вложил и все чтобы перк работал орлы получаемый урон ну понятно как у энтов игнорирует 50 процентов защиты это для рада гаста чисто и получаемое исцеление плюс 30 процентов и дополнительно урон врагу здесь вот это мне кажется лучше всего дух леса подождите у духов леса по-моему был этот перк который у энтов нет забрали а ну и здесь плюс 4к атаки можно сделать получаем урон минус получаем урон ядом лесная защита ну это хренатень против тени какой-нибудь ну короче возмещение самое топовое здесь жддшники так и вот эти вот ребята сада это понятно от ближников минус 15 процентов есть вероятностью сколько 30 процентов наносит дополнительно урон 60 процентов после атаки охренеть вероятностью 30 процентов оглушает ну как бы в теории ошеломление идеально работает вот с этим перком проблема в том что после нанесения урона оно накладывается вопрос в том если в следующем раунде они ударят эту же цель то есть там будет с прошлого висеть все еще глушение должно по идее вот это часто вот из-за первого эффекта крутой перк ну либо гроза бойцов плюс 20 процентов тоже вариант хороший но мне вот этот перк больше нравится я бы с ним поюзал их в общем такие вот у нас перки последний раз когда я был в эволюции прям ну сильно это все дело перекроили восстание вообще убрали да кстати касательно злого аккаунта как бы сейчас багэнд дела вот но я запустил голосование пока что 68 человек проголосовало и большинство хочет чтобы я пошел в новый режим для новичков то есть для игроков которые не имели кольца ни разу на своем аккаунте я сразу могу вам сказать кто бы что не думал но для новичков все таки тоже хорошо бы сделать контент зайти посмотреть что там да как могут быть свои подводные камни и я не думаю что там будут только это слабо одеты игроки короче надо четко понимать вообще что это будет из себя представлять ну хотя бы для себя чтобы элементарно определиться что ли советовать новичком эти сезоны чем не советовать ну и плюс там может быть марк или кто-то будет делать обзор вот так как они сами наверняка не пойдут в эти сезоны я на себя возьму эту задачу чтобы как бы это дело мы посмотрели так ну здесь в принципе ну и старт сезона будет быстрее конечно если следующей неделе выпустят обновление ну и в общем то на этом у меня пока что все всем спасибо за просмотр до встречи до встречи